Чтобы не утратить результаты предыдущей работы, в данном случае прекрасный розовый цвет, мы перенесем этот цвет с текстурой непосредственно на полигон. Для этого в подмене Texture, уже нам известно, мы нажмем кнопку Colors from Texture. Казалось бы, ничего не произошло, но изменил Texture, текстура исчезла и теперь розовый цвет присылаю непосредственно на полигонах. Для того, чтобы результаты были хорошие, необходимо, чтобы уровень деления сетки был весьма приличным. В данном случае у нас где-то 170 000 полигонов. Я, пожалуй, еще раз нажму клавиатурное сочетание Ctrl-D. И теперь у нас почти 700 000 полигонов. Это вполне достаточно для того, чтобы продолжить работу. Чтобы можно было рисовать непосредственно поверх полигонов, необходимо, чтобы был включен режим Colorize. Данная кнопка была нажата. И нажата кнопкой Enable UV. Теперь мы готовы к продолжению. В палитре Stroke выберем подходящий режим. В данном случае это Colorize Spray. Spray с вариацией цвета. Выберем розовый цвет чуть потемнее. Выберем соответствующую альфа кисть. Например, вот такую. Подменяем 23. Включим режим HDB. Все остальные должны быть отключены. Set Add или Set Sub. Включим клавишу X. Симметрия. И попробуем сделать первый шаг экспирирования. В данном случае мы затянем внутреннюю сторону ушей. Уменьшим размер кисти. Выберем розовый потемнее. И обозначим пятачок. Выберем кисть. Вернем режим ProyHand. Другую хампу кисть. И нарисуем копыта. Несомненно то, что текстурирование без использования Projection Mask имеет свои преимущества. Нам необходимо. Нам, вернее, нет необходимости. Выбрасывать постоянно и подбирать нашу модель. Закрашивать неудачные участки. Те, кто работал в Set Brush версии 2, Прекрасно выполняет мучения, с которыми приходилось сталкиваться. Прекрасим хвост. Так. Скроем часть моста. Предлагаю похулиганить немножко. Адонисовать. Вот такое сердце. Семья. Можно привелок фантазии дальше. Ну, пожалуй, на этом мы пока остановимся. Нужно сказать, что снова сделано. Так. Для того, чтобы перенести цвета с полигонов на текстуру, необходимо сделать следующее. Так. Мы координаты у нас уже назначены. Так. Мы будем просто нажимать. Ну. Создаем Xpura. Нужного нам разъемного. На данном случае. Вот. 20. 48. Нажимаем. Цвет изменился. Не стоит запугаться. Потому что в данном случае Xpura приняла активный цвет. Чего страшного, все наши детали все еще на полигонах хранятся. И теперь нажмем кнопку Call us to touch. Вуаля. Все наши детали появились на текстуре. После того, как вы получили первые донателительные результаты, необходимо сохранить текстуру. Изменяем текстуру. Выбрать нажатую кнопку Export. И экспортировать для них подходящий формат. На данном случае это формат. Пошел там. Нажимаем сохранить. Все. В следующий раз. Когда мы продолжим текстурирование. Эту текстуру можно будет загрузить в палитру. И применить к модели. Кроме того, при сохранении модели. язык-браш спрашивает. Согранят ли они вместе с теми текстурами. Этот способ также очень удобен. Такие текстуры могут сохранять все вместе. Это ступень цеп�ала. Артем. Эту текстуру нужно приглашать. Наши перминыем. Используем. Эту текстуру вы соединили.